Добрый день, рада вас всех приветствовать. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня видно и слышно. Видите ли вы слайды на экране? Чат у нас с левой стороны внизу, в самом вы его должны увидеть. Так, вижу, уже появились плюсики, есть обратная связь. Всех вас с праздником, поздравляю! Сегодня 7 ноября, суббота. Очень какой-то новый праздник сегодня я узнала, мужской день. Я поздравляю, у нас сегодня, вижу, мужчина есть в комнате. Это очень здорово. Давайте знакомиться. Меня зовут Лилия Донскова. Я одна из организаторов интернет-проекта «Карьера онлайн». Немножечко расскажу про себя, чтобы вы знали, с кем имеете дело. Я живу в городе Саратов, и вас тоже попрошу напишите немножечко о себе, как вы попали на презентацию, кто вас пригласил, и почему вы решили прийти и послушать информацию о заработке в интернете. Хорошо? Примерно еще по времени презентация займет где-то минут 30-40. Опять же, будет зависеть от вашей активности, как вы будете вопросы задавать активно, то есть, да, как вы будете себя проявлять. Итак, я живу в городе Саратов, на реке Волга. У меня дочка 16 лет. И сама я по образованию бухгалтер. Я долго работала, много лет в разных организациях, занимала руководящую должность. Был у меня даже такой опыт работы очень серьезный. Вы знаете, почему пришла в проект? Просто захотелось, во-первых, узнать, что это такое, как люди зарабатывают в интернете. И стали разбираться, искать, да, вот эти ходы и выходы, как и что нужно делать, чтобы выработать систему работы, которая будет приносить деньги при наших минимальных усилиях. Искали мы долго, систему разрабатывали. Ушло у нас на это почти два года. Зато в результате у нас теперь шикарный, очень такой известный проект в интернете, очень успешный проект, в котором люди, которые пришли зарабатывать, зарабатывают. Получается у всех, при условии, конечно, что люди делают. И этот проект, так скажем, наша гордость, потому что это, да, действительно свой бизнес, свое дело, которое приносит доход. Работаю я теперь только здесь. Бизнес мы ведем вместе с мужем. Вот вы видите, бывший полицейский Михаил Булавцев. Мы сейчас объединились, работаем вместе с удвоенными усилиями. И у нас в проекте, конечно же, много работают людей разных. Есть и совсем юные леди, да, и молодые люди. Есть студенты, очень много мамочек в декрете, которые сидят. Очень много людей, которые совмещают работу и рассматривают наш проект как перспектива, чтобы на будущее меньше работать и больше зарабатывать. Вот. И я надеюсь, вы, конечно же, сюда пришли тоже зарабатывать, да. Поставьте плюсики, кого интересует именно тема заработка. Это не просто как быть причастным к чему-то, а конкретно научиться зарабатывать в интернете, создать свою бизнес-систему. Так, радуют ответы. Молодцы. Ребята, вот смотрите, очень важно найти свою мечту. И если она есть, то есть такое понятие, что мечта, она как топливо для автомобиля. Поэтому я всегда задаю вопрос на своих презентациях. Друзья, какая ваша мечта будет для вас топливом? Что будет вами двигать, что вы не бросите при первых же неудачах, при первых, да, отказах? Что будет вами направлять, да, управлять, как вот в этой шикарной машине? Я немножко про себя расскажу. Вот у меня была мечта эта квартира, потому что я сама из области, из деревни, у меня родители так и живут там, и у меня не было своего никогда жилья, и эта мечта была самая-самая такая вот огромная. И вот эта цель, покупка своей квартиры, она была для меня просто вот огромной энергией. И в результате, через год работы, я купила квартиру. И сейчас я вот в ней нахожусь, наша двухкомнатная квартира в центре города, возле городского парка. И мы уже ее даже выставили сейчас на продажу, потому что уже другие мечты. Мы тоже мечтаем, как вот и Юля построить дом. Мы уже участок присматриваем. Буквально сейчас только ходили, смотрели один участок. Поэтому главное, чтобы была мечта. Что такое жить в достатке? Оля, как для вас это? Что значит жить в достатке? Для меня, например, это не смотреть на цены в магазинах. То есть в любой магазин заходишь с удовольствием. И любую вещь, еду, все, что нравится, берешь, идешь на кассу, и когда тебе озвучивают сумму, просто, да, говоришь, окей, достаешь карточку, да, и спокойно расплачиваешься. Для меня вот это жизнь в достатке. Я тоже этого хочу. И самое главное, что для меня важно не просто зарабатывать деньги, а для меня важна реализация. И вот в этом проекте я нашла именно источник реализации себя как личности. То есть это постоянное развитие личности, это постоянное общение с очень интересными людьми. И самое главное, что я всеми своими действиями помогаю партнерам зарабатывать деньги. То есть если мои партнеры не будут зарабатывать, то я тоже ничего не буду зарабатывать. Вот это мне больше всего нравится, потому что я столько работ поменяла в своей жизни. И хочу сказать, что я нигде не видела поддержки на таком уровне, как здесь. То есть были наоборот, как бы тормоза, не давали двигаться вперед. И это было малоприятное, да, это малоприятные воспоминания. А здесь наоборот все помогают, потому что выгодно, когда люди начинают зарабатывать. Мы об этом с вами сегодня будем говорить очень подробно. Я вам хочу напомнить, друзья, что у нас с вами есть только четыре выбора. Если вы любите читать, то рекомендую вам прочитать замечательную книгу «Квадрант денежного потока». Ее написал Роберт Киосаки, всемирно известный мульти, наверное, да, уже «Миллиардер». Это человек, который объясняет суть сетевого бизнеса, объясняет, как двигаются деньги, как они распределяются, квадрант денежного потока. И вот по его схеме вы видите, что деньги у нас могут приходить из нескольких источников. Это или устроиться на работу, но тут не только рабочие, рабочие и служащие. То есть первый квадрат – это работа по найму. Кто хоть раз в жизни пробовал работать на кого-то? Поставьте в чате плюсики. Может быть, вы сейчас работаете. Я очень много работала, я прекрасно понимаю, что это. Есть здесь плюсы, есть минусы. Но самый главный плюс, что мы ни за что не отвечаем. Просто вот человек пришел на работу, есть настроение – работаешь. Нет, создаешь видимость работы. Ты все равно получишь зарплату, чего больно стараться. Есть второй сектор – малый бизнес. И люди, которые устают здесь работать, понимают, что в этом секторе светит только пенсия и никаких перспектив. Пытаются построить малый бизнес свой. Но здесь нужно уметь что-то делать. Что-то делать своими руками. Например, если вы умеете стричь, или делать маникюр, наращивать ногти, водить машину, такси, это все можно перевести в малый бизнес. То есть организовать что-то свое. Людей стричь на дому, массаж делать. То есть все, что мы можем сделать своими руками, какой-то товар или услугу предоставить, это все относится к малому бизнесу. Но вот чем он отличается от работы по найму? В принципе, не очень сильно. Тут нужно вкладывать деньги. Пусть небольшие, но нужно вкладывать. И то же самое, что и там. Перестал работать – денег нет. Согласны? Кто согласен? Поставьте пятерочки. Я ничего особенного делать не умею своими руками. Поэтому для меня малый бизнес – это нереально. А чтобы открыть свой какой-то магазин, что-то такое маленькое предприятие, то здесь нужны просто такие большие капиталовложения. И в принципе, они мало у кого есть. И очень много примеров. По этой же книге, по статистике, 100 человек, которые начинают свой бизнес, где-то к концу года остается десяток людей, всего 10%. 5-10 выживают к концу года. А еще в течение 5 лет, в лучшем случае, один человек остается. И то не всегда. Представляете, люди очень много открывают свой бизнес, пытаются что-то делать. Но только не в нашем государстве. Здесь особо не дают раскрутиться, развиться. Наоборот, сразу молодых предпринимателей начинают душить, выкачивать из них деньги всяким, выдвигать условия сложные для выполнения. И самое главное, что нужно сразу ИП открывать, деньги вкладывать в это. То есть есть риски, есть определенные риски, что ты потеряешь все. Самое главное, что и там, и там остановился, денег нет. И мне очень нравится правая половина сектора. Здесь крупный бизнес и инвесторы. Особенно инвесторы, это, конечно, моя мечта. И вот в нашем проекте, что мы делаем, ребят? Мы строим крупный бизнес. То есть вы встраиваетесь в готовую бизнес-систему. То есть чем отличается обычный бизнес от нашего бизнеса? В обычном бизнесе, чтобы открыть, например, сеть магазинов или сеть парикмахерских, сеть автозаправок, тут нужны связи, нужны большие деньги. Тут немаленькие суммы, огромные суммы. И не у всех они есть, особенно связи. То есть нужны связи на высоком уровне, чтобы раскрутить такой бизнес обычный, привычный, который мы видим каждый день. В нашем случае мы с вами встраиваемся в готовую бизнес-систему. То есть здесь уже есть всё. Есть система работы, есть товар, есть деньги, которые мы конкретно получаем. Самое главное, что мы здесь не вкладываем деньги. Для кого это важно, ребята? Для кого это важно, что не нужно вкладывать деньги? Ирина Андрея, правильно вы говорите, франшиза. Но франшиза бывает разная. Например, франшиза в Макдональдс, она стоит примерно 2 миллиона долларов. Вот такая франшиза дорогая. Есть франшизы, например, кофе-шоколад, кафе, тоже можно купить, сделать. То есть их очень много разных. Есть франшиза Fit Cures, как говорится. У нас же с вами тоже франшиза, но мы не платим и получаем процент. Вот об этом сегодня поговорю. И у нас есть возможность стать инвестором. Ну вот смотрите, да, ребят, где вы сейчас находитесь, напишите, куда вы хотите прийти. То есть вот в левой половине всего 10% денег, такая маленькая сумма, и 90% людей. Ну такой вот порочный круг, потому что людей не учат просто учить, уметь зарабатывать не в школах, не в вузах, учат только как работать по найму, чтобы приносить дяде денежки. А в этом секторе здесь всего 10% людей. Это люди, которые готовы брать на себя ответственность, обучаться, делать самому для себя. То есть берешь на себя обязательства, сам делаешь, и получать пассивный доход, тут 90% денег. То есть где вы хотите быть, вам нужно определиться. Потому что, как говорится, деньги на голову не падают. Везде нужно работать, чтобы заработать. И у нас тоже нужно работать. Поэтому мы вам золотых гор не обещаем. Но единственное, что здесь намного легче. И сейчас мы как раз будем говорить о главном, о сути. В чем смысл бизнеса, откуда здесь деньги, что нужно делать, кто будет помогать, и что у вас получится в результате, и за какое время. Тоже важный вопрос. И сразу плюсы. Работаем мы в основном только через интернет. Конечно же, по желанию, можно эту же систему переложить на своих знакомых, общаться, как мы называем, в реале. Но мне нравится интернет, потому что здесь не нужно ехать никуда, тратить время. Сейчас начинается пора, холода начнутся, бураны, вирусы всякие. В транспорте ездить неприятно, на машине в пробке стоять. Мы сидим здесь вот в свое удовольствие. Вышли, погуляли, пришли, опять поработали. То есть полностью выстраиваем свой график работы. Для меня это огромный плюс. И сейчас век информационных технологий. Поэтому нужно быть в тренде, идти в ногу со временем. И по статистике 85% российских интернет-пользователей делают покупки в интернете хотя бы раз. А 43% эта цифра постоянно растет, делают как минимум раз в месяц покупки в интернете. Ребята, а вы пользуетесь интернет-магазинами разными, какими-то оплаты делаете? То есть насколько для вас вот эта тема, именно интернет-магазины, она знакома и понятна? Да, сейчас очень модная тема, да, продвижение товаров через интернет. Даже более того скажу, что она набирает такие обороты, что скоро будет вытеснять просто магазины, эти рынки, потому что это намного удобнее. Огромный ассортимент, цены намного ниже, чем в магазинах, доставка удобная, да, можно все делать, не выходя из дома. Вот, и мы тоже очень много делаем покупок. Вчера заказали два фотоальбома через интернет, просто шикарно. Сидели, правда, до трех ночи, выбирали фотографии, все украшали, вещи заказываем, все для спорта, для велоспорта. То есть, ну, все можно делать через интернет. Да, есть у нас даже люди в нашей команде, которые по интернету познакомились и поженились. Вот, так что тема очень интересная, очень нужная, полезная, и поэтому, да, в этой теме удобно развиваться. Интернет-магазинов много. Есть такие известные, как eBay, AliExpress, Ozone, Яндекс.Маркет. И вот, например, если мы делаем покупки в этих интернет-магазинах, ну, мы получаем, да, положительные моменты. Ребята, у меня к вам такой вопрос. А если вы рекомендуете этот интернет-магазин кому-то из своих знакомых, вы за это получаете деньги? О, круто! Не всегда. То есть, есть случаи, да, вот в Ozone есть там какой-то процент маленький, да. Есть в некоторых магазинах сейчас они все-таки заинтересовывают людей и дают маленькие плюсики какие-то, да. Возврат денег делают, что-то, ну, в основном вижу, что нет. Ну, мы сами тоже по своему опыту знаем, что нет. Так вот, ребят, мы с вами тоже будем раскручивать интернет-магазин. Когда вы к нам присоединяетесь к команду, на каждого из вас оформляют личный филиал. То есть, у вас личный филиал интернет-магазина, который наполнен товарами, хозяйственными. Это средства гигиены, косметика, аксессуары всевозможные. Ассортимент огромный, более полутора тысяч наименований. То есть, у каждого из вас личный. И вот от вас лично будет зависеть, раскрутите вы свой филиал или нет. Мы вам будем помогать, потому что мы заинтересованы, чем ваш филиал круче развивается, чем больше вы зарабатываете, мы тоже получаем за это процент, за то, что мы вас нашли и обучили. Это понятно, вот, ребят, сейчас на этом этапе. И я просто вам разницу хочу показать, потому что часто задают люди вопрос, откуда же берутся деньги в этом интернет-магазине. Вот смотрите, в обычном магазине, вот верхняя часть слайда, у нас получается, что клиент получает продукцию в магазине по ценнику и не задумывается, а почему так дорого стоит. Просто приходит, выбирает себе по кошельку, например, шампунь. Стоит в магазине, допустим, 150 рублей. И ни один человек не задумывается, а сколько же он стоит от производителя, этот шампунь, если он в магазине стоит всего 150 рублей. Ребят, вы задумывались на эту тему? Вот посмотрите, производитель никогда не отдает напрямую в руки потребителю, он только отдает крупному оптовику, дилеру. И начинается оплата рекламы, дилер покупает, платит транспортно-накладные расходы, аренда склада, помещений, налоги сразу на все нужно заплатить. Все-все-все нюансы, которые складываются, все это идет накрутка на стоимость товара. Поэтому задумайтесь, сколько процентов же накрутил весь поток, все эти этапы, сколько процентов они накрутили, чтобы окупить свои расходы и еще заработать на этом. Получается, да, цифры очень страшные. И самое интересное, что здесь очень часто возникает, что вклинивается подделка. Дело в том, что от производителя товар зачастую дороже взять, легче взять подделку, которая очень похожа внешне. И сейчас в наших магазинах очень много продукции, которые не соответствуют ожиданию потребителя. Вы сталкивались когда-нибудь с подделками? Вы лично? Кто сталкивался, напишите в чате. Вот. А что получается в интернет-магазинах? Смотрите, вот у нас есть потребители, есть фабрика, и она отдает напрямую нам продукцию, нам, людям, которые управляют интернет-магазинами, мы можем оставить, да, взять себе просто продукцию, сэкономить, денежки свои, и получить гарантию, что мы берем хорошую качественную продукцию напрямую с фабрики. А можем ее также отдать потребителю, которому нужна эта продукция, и он хочет ее взять. Также через интернет очень много людей ищут нашу продукцию. и получить еще дополнительные деньги за то, что порекомендовали продукцию людям. То есть это такой вот маленький процент, который можно заработать на рекомендации продукта. Но здесь можно заработать немного. Одну, две, три тысячи. Но вы же не за такими деньгами пришли. Правильно я вас поняла? Напишите, пожалуйста, ребят, сколько бы вы хотели зарабатывать? Вот у вас какая сумма для вас комфортная? Я вот просто про себя скажу. Я когда только пришла, мне вот рассказали вот эту бизнес-систему, и у меня возникла цифра в голове. Мне надо 30 тысяч, мне будет хорошо. Я вам могу сказать только одно. Вот эта вот фраза, что аппетит приходит во время еды, она срабатывает на 100%, потому что когда мне пришли 30 тысяч, один-два месяца меня эта сумма устраивала, но я стала заходить в другие магазины. Уже хочется другую одежду, другую еду кушать, другие кафе уже подороже, покруче. Уже начинаешь думать, а как бы съездить, путешествовать. Вот суммы ваши пошли 30, 250, вот нормальные суммы. 25 тысяч, 40, 50, 70. Чтобы не смотреть ценники в магазине. Ребята, теперь скажите, а сколько в вашем окружении людей, которые зарабатывают вот такие деньги? Легко вот людям даются деньги такие, как вот 250 тысяч, 50, 70 в месяц, 40, 30 даже. Много у вас людей в окружении, которые эти деньги зарабатывают реально, вот они ходят на работу. Да, вот я живу в городе Саратов, у нас средняя зарплата по Саратову. Это просто смешно сказать, 15-20 тысяч. Просто, ребята, это утопические суммы. Я не представляю, как люди на эти деньги живут, потому что коммуналка просто гигантские суммы стоит. Сейчас отопление включили, там будет такой счет приходить за коммуналку, просто бешеный. Начинаются болезни, в аптеку сколько денег уносят люди. То есть это просто очень смешные суммы. Люди ходят уже по привычке на работу и не знают, что можно зарабатывать совсем по-другому. Не обязательно каждый день просиживать свою задницу на дядю работая. Можно включить мозги и поискать вокруг. И к чему я это говорю? Вы молодцы, что ищите информацию, пытаетесь разобраться, как же зарабатывать по-другому. Вы обязательно разберетесь, потому что здесь вот сложного ничего абсолютно нет. Если я разобралась, вы точно разберетесь. Я еще та блондинка. Я в компьютере вообще ничего не понимала. Вот смотрите, что делает производитель. Ему же выгодно, что мы берем продукцию у него напрямую. У него нет магазинов, у него нет вот этих вот продавцов, кассиров. Мы сами берем в интернет-магазине и если мы приводим людей к нему, он нам за это платит процент. За то, что мы привели человека, мы всю жизнь получаем процент со всех его покупок. Сейчас я буду объяснять, как это работает. Для меня это... Ну, это такое выражение. Для меня это было, конечно, огромным открытием, потому что я компанию Арифлейм Косметикс раньше рассматривала только как продукцию, как каталоги, продажи, рекомендации, как еще есть слово, распространение. Я видела консультанты, которые стоят там, делают соцопросы. Ребята, какое у вас отношение к Арифлейм? То есть, да, вот как у меня раньше было или другое? Да, очень многие до сих пор так думают. Так вот, когда мне рассказали всю вот эту, знаете, как у медали «Две стороны», когда мне объяснили, что здесь можно построить бизнес без продаж, для меня это был такой, знаете, шок просто. Просто у меня в голове я не представляла, как это, а почему же люди не зарабатывают на этом? Почему они бегают с каталогами, зарабатывают эти копейки? Почему они не занимаются бизнесом? Оказывается, просто эта система не всем понятная, и не все хотят ее даже слушать и вникать. Я вам сейчас расскажу. Вот смотрите. Во-первых, для нас очень важно, что Арифлейм Косметикс – это бренд, известный во всем мире. То есть, да, это брендовая компания. Ей сейчас уже 48 лет. Через два года у нее будет юбилей 50 лет, который компания будет праздновать в Майами. Я планирую туда пройти квалификацию, поехать в Америку со своей семьей и отпраздновать день рождения Арифлейм. Товары очень выгодные. То есть, это такие товары, которые мы используем каждый день. Ребята, вот скажите честно, у кого есть хотя бы один знакомый, у которого дома нет зубной пасты хотя бы и куска мыла? У кого есть хоть один такой человек, который вообще не чистит зубы и не моет руки? Я думаю, что таких людей у вас нет. С бомжами-то вряд ли вы общаетесь. Поэтому, смотрите, товар нужен всем. Товар быстро заканчиваемый. То есть, вы купили шампунь, флакончик, поставили на полочку, через месяц или через два нужно новый покупать. У меня, видите, волосы какие там, не поместятся даже в объектив. У дочки точно такие же. Нам каждый на месяц шампунь нужен один тюбик. И ей и мне бальзамы, зубные пасты, кондиционеры, косметика всякая, там, кремики по уходу за кожей, чтобы хорошо выглядеть, лаки всякие. Вот все это дезики, парфюмчики. Все это всегда нужно каждый день. Да, кто-то в большей степени этим пользуется, кто-то в меньшей. Вот вы сколько примерно в месяц денег тратите на средства гигиены? Вы задумывались? Кто-нибудь считает эти расходы? Как показывает практика, люди обычно не считают, но примерно так знают. А если посчитать, то сумма получается очень кругленькая. Так вот, компания Reflame дает нам возможность получать официальный доход. Как это работает? Смотрите, сейчас прямо на схеме. Поход в магазин, да, что он дает, что мы можем напасть на не очень хороший товар, да, при том, что с большой наценкой купить еще и подделку. Если мы рекомендуем обычные магазины своим друзьям, то нам за это не платят. А в этом случае, смотрите, что мы делаем? Мы рекомендуем интернет-магазин своим знакомым. И незнакомым, конечно же, мы будем учить вас по большей части работать с людьми, с незнакомыми через интернет. Что получают люди, которые приходят в наш интернет-магазин? Очень много выгод. Первое. Скидка 20% на весь ассортимент продукции. Сертифицированная продукция. Компания несет ответственность за продукт. То есть мы с вами ответственности не несем. Нам не нужно отвечать ни за продукцию, ни за деньги. То есть каждый человек, который придет в интернет-магазин, он сам ведет с компанией взаиморасчеты. Это мне очень нравится, потому что не надо быть связанным с деньгами. И, конечно же, каждый участник, каждый получает возможность зарабатывать. Но не все этим пользуются, к сожалению. И у меня к вам такой вопрос сразу, ребят. Вы готовы поменять обычный магазин, где вы раньше делали покупочки, на интернет-магазин Арифлея? Кто готов, можете прям смело плюсики поставить. Я вам честно скажу, я первую покупку свою сделала. Это был интимный гель и помада. Все, я больше себе позволить ничего тогда не могла. Я взяла два продукта, я просто попробовала, и мне понравилось. Потом я еще попробовала уход за лицом. Мне очень понравилось. Потом еще, все больше, больше. И постепенно у меня сейчас только продукция Арифлейм на полочках. Вот кто у нас бывает в гостях, я сразу провожу в ванну, показываю свою косметичку. Вот она у меня стоит на заднем плане, видите? Огромный такой столик с подсветкой. Он весь с косметикой. Можно поменять, попробовать, по крайней мере. Я уверена, что вам понравится, потому что очень хорошая продукция. И сразу начинается вопрос, а где брать людей? То есть, где брать этих людей, и как мы будем их регистрировать, то есть, где находить? Вот смотрите, ребят, вопрос к вам, ко всей аудитории. Как вы попали в проект или на презентацию? Кто вас пригласил? Где? Может быть, это в социальных сетях, в ВКонтакте, в Одноклассниках, или это на доске объявления вы увидели, объявления сами написали, или вам пришло письмо какое-то на почту. То есть, как вы сами попали в интернете, нашлись? Я сама попросилась, честно вам скажу. Я увидела у девушки каталог, которая к нам на работу приходила, делала маникюр нам, всем сотрудникам, и она принесла нам каталог. Я его посмотрела и говорю, а что тут, какие-то есть выгоды, что ты носишь в каталог? Она говорит, есть, я говорю, ну-ка, рассказывай. И я просто сказала, хорошо, я сама лучше оформлюсь. Зачем я буду тебе переплачивать 20%, если я сама могу сходить в офис и получить заказ? Вот я такая вот настырная. Так, подруга позвала ВКонтакте, в соцсети, сама нашла меня Наташа, молодец. По объявлению, Леночка Резинская пригласила. Это знакомая или тоже в интернете познакомились? То есть, смотрите, все оказывается очень просто. Мы вас научим, как размещать рекламу, чтобы люди сами к вам просились. То есть, у нас есть целая система обучения, есть специальный сайт обучающий, он закрытый, под паролями, вы получите пароль от ваших наставников. И там есть все обучение, как начать быстро, без капитала вложений, приглашать людей через интернет. И самое интересное, что будет, вы будете вот таким образом делать. Пришел у вас этот первый человек, например, первая заявочка получили, у вас будет личная ссылка, реферальная, по которой люди будут заполнять, и заявочки будут приходить к вам лично. Вот вы первого записали, видите, да, вот это первая линия к себе. Второй придет, вы его вот сюда запишите. Понятно? То есть, мы не так вот регистрируем, что всех вот так, вот так вот. Мы учим строить бизнес-систему, чтобы всем было выгодно. Вы видите, с левой стороны есть еще один, да, одна веточка идет. То есть, вот этого человека к вам запишет ваш наставник. То есть, мы используем систему командных регистраций. Так как у нас уже есть опыт и есть поток людей, а кто систему настроил, тот находит примерно одного-двух людей в день, приглашает, то мы, чем под себя всех записывать, мы начинаем под вас, чтобы у вас быстрее формировалась команда и начал формироваться товарооборот. То есть, смотрите, каждый участник команды делает покупочки для себя, любимого, а в сумме складываются большие товарооборота. Вот, ребят, на этом этапе сейчас все понятно? Отлично. Отлично. Тогда я буду продолжать. Вот этот замечательный слайд, я его люблю, потому что здесь денежки показаны, то есть, сколько мы зарабатываем. Вот, смотрите, если товарооборот 6 тысяч могут составить 1, 2, 3 человека, просто взяв себе продукцию немножко, вы получаете за это 3%, то есть, вы выходите на первую ступенечку карьерной лестницы, 3% доход. Примерно зарплата составит 200 рублей. Ребят, это, согласитесь, это мало, по-честному, да, смешные деньги. Я вам скажу даже просто больше, что многие люди говорят, фу, как мало, и идут, устраиваются на работу. Я вам скажу такой пример, вот у нас есть девушка одна знакомая, она рассказывает, говорит, я пришла, первая моя зарплата была 99 рублей, вторая 500, да, третья 2 тысячи, четвертая 5, потом 10, да, к концу года она стала зарабатывать примерно 150 тысяч. Представляете? А она говорит, а те люди, которые не пошли со мной, пошли, устроились на работу, они в первый месяц получили 15 тысяч, второй 15, третий 15, и в конце года у них тоже была зарплата 15 тысяч. Круто, правда? То есть, здесь растет зарплата постоянно. Ребята, вот если вы поймете сейчас самую главную суть, что это не работа, мы вас не нанимаем на работу и не даем вам никаких окладов. У вас есть возможность сейчас научиться управлять собственным бизнесом в интернете. У вас есть возможность раскрутить свой филиал и зарабатывать с этого деньги. И вот тут на слайде показана максимальная сумма 25 тысяч. Ребята, это первая ступенька, к которой мы к вам идем вместе, мы вас сопровождаем, постоянно учим, объясняем, рассказываем. Вот весь вот этот период времени, он занимает от полугода до года по времени. Есть, конечно, случаи исключительные, когда люди за месяц выходили на такой товарооборот 200 тысяч. Моя личная история, у меня 4 месяца ушло, чтобы создать этот товарооборот. Самое главное, что этот период становления бизнеса. За это время в вашу команду придет очень много людей. Может быть, это будет 200 человек. Каждый по тысяче делает покупки. Вот товарооборот 200 тысяч. Может, это будет 500 человек. Я не знаю. Честно, заранее никто сказать не может. У нас есть команды, в которых 25 человек делают такой товарооборот. Это понятно, ребят, сейчас на этом этапе? То есть мы вас доводим вот к этой зарплате. На этом уровне вы становитесь директором. Это звание, это статус. Вашу фотографию печатают в журнале. Вас поздравляют на мега мероприятиях компании Арифлейм. Вам дают приглашение на два лица, на банкет директоров. То есть вы можете туда поехать с семьей своей. Или кто-то берет маму, кто-то берет партнеров активных из команды. Это понятно? Поставьте пятерочки. То есть здесь начинается с этого момента самое интересное. Молодцы. Я, наверное, хорошо объясняю, раз все понятно. Самое интересное дальше. Ребят, смотрите, помните, я вам говорила, что нам выгодно, чтобы у вас все получилось. И вот на этом слайде очень понятно объясняется. Представьте, что вот это вы, верхний человечек. И вы взяли одного человека и второго. То есть, да, и пошли у вас две команды. То есть от вас идут две команды. Не сто, не двести человек под вами. А два пошли, и у них у каждого свои пошли команды тоже. Мы помогаем вам, вы им помогаете, а не своим партнерам. Когда, как только, вот первый ваш партнер, вот этот, выходит на уровень директора, то есть организует товарооборот с командой 200 тысяч, как было на предыдущем слайде, вы начинаете получать 5% пассивный доход. То есть примерно это составляет, не 500 долларов, честно вам скажу, это по старым ценам циферка стоит, примерно составляет 15 тысяч с одной веточки пассивного дохода. Вторую веточку вырастили, еще, да, 5% у вас пассивный доход. То есть примерно вы с каждой команды только получаете с этой 15, с этой 15, 30 тысяч. И еще у вас уже будут еще подрастать другие команды. То есть мы вас учим, как правильно выстраивать команды. Планирование проводим с каждым индивидуально, то есть объясняем вам, как лучше сделать, в какую команду записывать людей. То есть это уже потом в индивидуальном порядке, на обучение вы все будете получать. Вот, самое главное, что я хочу сказать, что вы будете менять свое звание. Как только вот один человек у вас становится директором, вы становитесь старшим директором. Как только второй человек становится директором, вы становитесь золотым. Соответственно, вы меняете свой статус по карьерной лестнице, и у вас увеличивается зарплата и премия. Я вам, кстати, не сказала, вот на предыдущем слайде, что когда вы выходите на этот уровень директора, то вы получаете еще премию 1000 долларов по курсу доллара Центробанка. Одному помогаете... Вот хороший слайд, мы сейчас по нему как раз я вам все и расскажу. Вот, видите, одному сами выросли на директора, доход примерно 25-30 тысяч. Двоим помогли, стали золотым. Доход примерно 50 и премия 2000 долларов. Вот я сейчас как раз выполняю вот эту квалификацию золотого директора. То есть, да, такой долгожданный момент, когда быстрее закроются команды все, и люди начнут зарабатывать больше, и я, соответственно, тоже. Следующий уровень – это старший золотой директор. Здесь вы уже помогаете троим людям стать директорами. Следующий уровень – доход 100 тысяч. Это четверым. Кто у нас писал? Ребята, семья Меркуловых. Доход 250 тысяч, вот он здесь. То есть, это... Сейчас посмотрю на свои карты. Старший бриллиантовый. Нет, дважды бриллиантовый директор. Дважды бриллиантовый – это у вас 10 директоров в первом уровне. Как нет слайда? Сейчас, лисну туда-сюда. Видите слайд? Ага, все видят? Вот он, ваш уровень, 250 тысяч. Вам нужно помочь десятерым людям заработать по 1000 долларов. Ай, у всех... Да что же вы молчали-то, партизаны? Вот она, лестница. То есть, ребят, смотрите, все начинают с нуля. Я тоже когда-то была новичком, неопытным. Были только вопросы, да, ничего не понятно было. Всему училась, во всем разбиралась. Я думаю, что у вас тоже сейчас будет огромное количество вопросов, огромный поток информации. Просто потихонечку разбирайтесь, переваривайте, вникайте, что здесь и как происходит. И вот потихонечку переходим с одной ступеньки на другую. Становимся менеджером. Потом старшим менеджером, директором, золотым, сапфировым, бриллиантом и выше, выше, выше. У нас в России самый крупный результат – это сапфировые президенты. Есть у нас такие люди, которые уже покорили полностью всю карьерную лестницу компании «Арифлейм». и зарабатывают такие замечательные суммы денег. Поэтому есть к чему стремиться. Есть уже результаты, по которым нам говорят, что раз кто-то уже это сделал, значит, мы тоже сможем это сделать. Ребята, сейчас все понятно? Давайте подведем такой маленький итог. Под итог и пойдем дальше. Что мы получаем с вами? Скидка 20% на весь ассортимент, объемную скидку за работу всей команды, то есть за покупочки всех-всех людей от 3 до 22% и получение пассивного дохода от развития своих партнеров. То есть самое главное, что вы сейчас должны понять, что здесь очень много выгод. И самое выгодное – это помогать тем людям, которых пригласили. Если у них будет получаться, то вы будете тоже себя очень хорошо чувствовать. Посещать вот такие шикарные банкеты директоров. Это, кстати, мы с Мишей были на банкете. Это вот в прошлом году мы ездили. Миша нас фотографирует. Оля здесь наш партнер. Оля – мамочка троих деток. Вот с ней мы и начинали разбираться в интернете. Вот внизу, в самом, видно вам мышкой? Вот она, Олечка сидит. Мама троих деток. Маленькая хрупкая девушка, которая разобралась во всем. И помогла нам такой проект забабашить. Так, а это мы только вернулись к конференции. Вот мы были с девочками. Наша Маша. Не вижу, Маша есть сегодня в чате? Не вижу, Маша. И Аня Мутасова. Мы ездили в Египет на конференцию менеджеров «Арифлейм». Вот вернулись 10 октября только оттуда. Еще даже месяца не прошло. Я вам сейчас расскажу про эту женщину. Она случайно попала в кадр. Но у меня есть видеоролик на моем канале YouTube. Я у нее брала интервью. Это удивительная история. Я просто к ней подошла. Думаю, ну какая-то... Ну согласитесь, обычная женщина. Просто обычная, простая женщина. Нет, за счет компании. Зачем за свой счет? Все конференции, все банкеты, все оплачивает компания. Вот на одного человека у компании ушло 700 евро. Да, ссылочку скину на канал сейчас в конце презентации. Я подошла к этой женщине просто узнать, кто она, откуда, чем занимается, какими методами работает. И она мне сказала, говорит, я гастарбайтер. Приехала она, по-моему, из Киргизии. Не помню, из какой-то страны. Приехала в Москву работать дворником. Ей рассказали про бизнес Арифлейм. И она за год стала старшим золотым директором. То есть она помогла троим людям стать директорами. Привезла на конференцию 19 менеджеров с собой. Представляете? Она говорит, я работаю с азиатами, с такими же, как мы, кто приезжает подрабатывать в Москву, потому что беднота страшная в этих странах. И мы строим бизнес просто, рассказываем друг другу, приводим друзей, обучаемся, берем продукцию. Все. Ребята, за год старший золотой директор. Зарплата порядка где-то 80-100 тысяч. Неплохое начало, да, и уже бесплатное путешествие. А вот внизу, вот здесь вот на слайде вот эта вот женщина, Аня Ахумьян. Она занимает второе место в топ-10 по России. То есть она лидер Арифлейм. Я даже могу сказать, что это очень высокое звание. Она в прошлом просто врач-гинеколог. То есть обычный человек такой. Вот так вот мы там классно отдохнули. Вообще такие были вечеринки шикарные. Шикарный отдых, пятизвездочный отель. Широтон, да. Ой, вообще просто шикарный. И также, ребят, есть программы интересные. Ну вот сейчас вот программа за жильем, она закончилась уже, да. Сейчас у нас идет программа «Мой автомобиль», когда вы можете получить в подарок машину от компании Арифлейм. То есть специальные условия есть на сайте, в личном кабинете. Потом ознакомитесь, почитайте. Вот мы с Мишей получили денежки, но мы автомобиль брать не стали. Мы все вкладываем в дом, в дом, да, хотим дом построить. И просто каждый месяц мы получаем дополнительно 12 тысяч рублей, автобонус, такой приятные премии каждый месяц, дополнительные бонусы. Ребят, все, что мы с вами создаем, это бизнес передается по наследству. То есть пишется заявление. У нас есть очень много случаев, когда вот уже взрослые люди, они передавали бизнес просто детям, ну уже устали, говорят, пусть дети управляют. Просто пишется заявление, что я прошу передать мой номер моей дочери или сыну. Или дети отдают родителям, бабушке, внукам. То есть этот бизнес передается только вот по прямой линии. Бабушке, мамы, папы, дети, внуки, правнуки. То есть не двоюродным, не кузеном каким-то, только вот по прямым линиям. Это понятно? Путешествия. Вот у меня всегда была мечта посмотреть мир. Объездить много стран. Я от компании «Арифлейм» побывала в Швеции. Ребят, я была в Стокгольме на золотой конференции как гость. Я, конечно, в восторге. Вчера как раз этот альбом делали с этой конференции. Я все это посмотрела в фотографии, все вспомнила. У меня все так это ожило. Просто такие воспоминания всю ночь с ней лесные, шикарные. Путешествуем мы всегда бесплатно. Есть такая квалификация, когда можно не только одному поехать, а выполнив условия взять с собой кого-то из своих близких, мужа или жену. У нас идет личностный рост. Ребята, мы вас будем учить не только рекрутировать, не только работать с сайтами. Мы вас будем учить находить свои сильные стороны, развивать свои качества. У нас тренинги есть, женские тренинги, чтобы в семьях был порядок. То есть нам важно, чтобы наши партнеры были гармоничные, развивающиеся люди, интересные. Потому что такой человек будет всегда притягивать себе подобных. Оля, я из Саратова, город Саратов на реке Волга. Если вы из Саратова, приходите в гости. Далее. Признание компании и партнеров за ваши успехи. И, конечно же, работа в команде с позитивными людьми. Я считаю, что это тоже очень важно, потому что с кем поведешься, от того и... Знаете, да, что дальше? Оля, а вы из какого города? Ребята, пишите ваши вопросы. Я сейчас вам изложила суть, да, объяснила все, вот как это работает. А уже обучение, все, вы получаете от спонсора сайт, подписываете на рассылку. И, да, начинаете каждый день осваивать, обучаться, задаете вопросы спонсору. Если есть вопросы, можете мне звонить. Я всегда доступна. Сейчас свой скайп напишу. Вот, можете в скайпе добавляться, звоните, пишите, какие вопросы будут, потому что мне интересно, чтобы вы разобрались и у вас все получилось. Пишите, какие вопросы есть, с удовольствием отвечу. Конечно же, они будут сейчас у вас в процессе обучения возникать. Очень много вопросов будет. Ребята, у меня такой вопрос. Кто еще не присоединился к нашему проекту? То есть вы еще пока только первый раз слушаете информацию и пока еще не определились. Или уже определились, готовы идти к нам в команду. Поставьте в чате единички, кто еще не в команде. То есть вы пока только готовитесь принять это решение. Юлия. Юлия без фамилии зашла. Юлия, а кто пригласил вас? Есть здесь человек, который вас пригласил? Александра тоже без фамилии. Ребята, вы заходите с фамилиями, чтобы хотя бы мы видели, кто вы. Чтобы спонсоры, наставники видели, что Наташа пригласила. А Наташа здесь. Все отлично, значит, вы с ней сейчас сможете связаться. Какое ваше решение? Вы готовы попробовать свои силы? Или есть какие-то сомнения, переживания? Лучше их сразу разрешить, прямо здесь, сейчас, со мной, с опытным человеком, который уже здесь разобрался все. Уже знаю все досконально, все нюансы. Наташенька, ты нас слышишь? Ребята, остальные все уже в команде. Я сейчас приведу маленький успешный старт, буквально на 5 минут. Расскажу вам первые шаги, с чего начинать, чтобы было все спокойненько, последовательно. Вы сначала заполняете форму заявки, и вам наставник создает личный кабинет. Вам его нужно активировать. Вы получите на электронку, у кого майловская почта, там майл, лист заканчивается на такие буковки, скорее всего, письмо попадет в папку спам. То есть сразу там ищите. Ну, почему-то вот майл туда их отправляет все. И вам нужно вот на это слово синенькое нажать. Нажмите. Вы просто на него нажимаете, и автоматически, да, идет обработка, и вы попадаете в личный кабинет. Что такое личный кабинет? Это не рабочий сайт, конечно. Это ваш офис. Это будет ваш офис. Вот вы получите письмо с номером и паролем. Пароль можно будет поменять. Это на ваше усмотрение, как хотите. Видите, мы даем всем стандартный. Вы можете их поменять в настройках профиля. Пароль, если хотите, поменяете. Все настроечки сохраните. Что происходит в этом личном кабинете? То есть мы там осматриваемся, все изучаем, где что расположено. Там есть электронный каталог, там есть вся информация будет по команде, по начислениям денег, сколько товарооборот. Там все происходит в режиме реального времени. На этом сайте мы заказы размещаем, регистрируем людей и отслеживаем все цепочки. Конечно, конечно, конечно. Может, в скайп мой даже лучше в скайпе пообщаемся. Я очень люблю голосом общаться, потому что переписываться всегда долго. Единственное, предупреждаю, что я прямо сейчас сразу после презентации уеду. У меня встреча, я уеду, но я недолго. Я где-то часов в 7 вечера, я уже буду дома. И готова со всеми общаться. У нас есть такое простое правило. Оно называется правило 3П. Расшифровываю. Потребляй, посещай, приглашай. То есть потребляй. Это покупки для себя. Вы смотрите, что у вас скоро закончится. Зубная паста. Зайдите в ванную, просто посмотрите по своей пузыречке. Посмотрите, что там скоро кончится. Например, у меня крем для рук. Я вижу, скоро кончится. Видите, какой худенький. Я его уже, значит, себе запасну. Следующий выписываю. Заодно руки намажу, пока разговариваю. Я смотрю, например, основа под лак. Почти полная, не надо. Пусть ее надолго хватит. То есть смотрите, заранее мониторите, что нужно приобрести, чтобы когда оно кончилось, не бежать в магазин, а выписать уже в своем личном интернет-филиале. Ребята, у меня к вам вопрос. Вы понимаете, что вам выгоднее покупать теперь у себя, чем в магазине? Те же самые продукты, которые вы раньше покупали домой, что вам теперь выгоднее покупать. Да, ну это логично, естественно. Вот, ассортимент очень большой. И самое главное, что для нового человека, который приходит в компанию, компания тоже думает, чтобы вам было выгодно. Вот смотрите, оформление вот этого личного кабинета на сайте Арифлейм, оно стоит 149 рублей. Ну, вроде бы немного, да, деньги небольшие. И тем не менее, их можно тоже не платить. То есть, если вы в течение 72 часов с момента регистрации размещаете заказ на 850 рублей, то регистрационная плата вам идет в подарок. И сразу действует скидка. То есть, вы не 850 рублей будете платить, минус 20% от этой цены. Это понятно? Поставьте плюсики. Или минусы. Что выбирать, ребят? Ну, на ваше усмотрение, конечно же, ассортимент большой. Ну, что-то себе попробовать возьмите, чтобы понюхать хоть как это все работает. Далее, вот такой сайт вы получаете в работу. Раздел для новичка вам пароль дает наставник только после регистрации. Вы заходите в этот раздел и пошагово прям вот все... Не прыгайте. Там вот прям есть 7 дней в бизнесе. Старт такой, как школа новичка. Не надо прыгать то в пятый день, то в третий. Первый пройдите, второй пройдите, третий, четвертый. То есть, там все пошагово, все понятно, все так вот доходчиво объясняется. Вопросы задаете сразу наставнику. Что я рекомендую делать? Посещать планерки. В 10 утра мы их сделали, потому что мы с Соней страшные. Мы сидим долго ночью, работаем, но зато любим поспать с утра. В 10 утра у нас планерки. Каждый день без выходных. Что на планерках, ребят? Все. Новости, хвалилки, статистику показываем. То есть, какие товарообороты у нас, сколько новых партнеров. То есть, это идет очень мощная мотивация. Помогаем поставить план. Разбираем акции. Рассказываем о каких-то суперпродуктах. То есть, планерки всегда разные, ведут разные спикеры. У нас много спикеров. Поэтому приходите, учиться и знакомиться. Далее. Каждый день у нас проходит презентация, кроме воскресенья. Каждый день в 14 часов. Живая онлайн-презентация. Вы можете давать ссылку на эту комнату абсолютно всем. Независимо, это уже партнер или человек еще думает. Или он вообще ничего не знает. Просто он знает, что есть деловое предложение, а суть не знает. Пригласите его на эту презентацию. Мы все объясним, все расскажем. Все-таки, вот вы сейчас послушали, согласитесь, что формируется сразу такая завершенная картинка. Что делать, какие выгоды, страхи все уходят. Потому что вы понимаете, что это абсолютно прозрачное бизнес-предложение, где нет риска. Люди то же самое понимают, что есть смысл попробовать. Потому что, кто знает заранее, получится или нет. Надо пробовать. Каждый день, кроме субботы и воскресенья, у нас проходят семинары. Ребят, темы всегда разные. Всегда интересно. Тут и про косметику, про маркетинг-план, разные методы рекрутирования. Кто как работает, объясняет свой метод, обучает, как им работать. Личностного роста тренинги. Очень люблю, когда у нас Светлана Гагарина, мамочка трех деток, проводит тренинг, подсознание может все. Просто обалденный тренинг, шикарный. Они все разные, всегда проходят. Практически не повторяются. Поэтому рекомендую приходить по возможности слушать. Если у вас не получается попадать на семинары, то мы для вас делаем записи и выкладываем в специальный каталог. Каталог тоже есть на сайте. Вы просто нажимаете на кнопочку, открывается каталог, вы проматываете в самый низ и там находите нужный вам семинар. То есть там тема написана, дата семинара, тема, кто был спикером. Открываете ссылочку на ютуб и смотрите в записи. Все легко и просто. Ребят, какие у вас вопросы ко мне? Напишите, пожалуйста, обратную связь, что понятно стало, что понравилось. Или в чем-то еще не разобрались и хотели бы задать вопросы. Буду вам очень признательна за обратную связь. Я вам очень благодарна за то, что вы были вот такими вот общительными. Мне прям легко с вами было сегодня. Я прям чувствовала, что вы все слушаете, вникаете. А для спикера, поверьте мне, это самая главная, даже не награда, а благодарность, что люди слушают, не просто своими делами занимаются и рядышком пробегают, а то, что вникаете, разбираетесь, это, конечно же, вам огромный плюс. Огромный. А вопросов не вижу. Ребят, хочу вам пожелать успехов огромных, чтобы вы не просто были частью нашей команды, а чтобы вы были успешными партнерами нашей команды, высокооплачиваемыми партнерами. Денег здесь очень много. Очень много интересного всего. Пользуйтесь всем. Вы знаете, компания богатая, поэтому нужно брать от нее все, что она дает. Она с удовольствием делится. Поэтому обучайтесь, развивайтесь. У вас все получится. Главное, ребят, не останавливайтесь. Спасибо вам огромное. До встречи. Я часто провожу тренинги, семинары, планерочки. По расписанию приходите. Буду вас всех очень рада видеть, чтобы поделиться своим опытом. До свидания. Сейчас вам ролик поставлю классный. Не расходитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...